День памяти и скорби На площади свободы Цхенвала прошла акция «Свеча памяти» в знак уважения к подвигу и мужеству народов, сражавшихся за свободу от фашизма плечом к плечу. О том, как у нас в республике отметили День памяти и скорби, в материале нашего корреспондента Регины Черткоевой. Южная Осетия приняла участие во всероссийской акции «Свеча памяти», приуроченной к очередной годовщине начала Великой Отечественной войны. На театральной площади Цхенвала вечером собрались горожане. Юноармейцы зажгли свечи, которыми было выложено число 1941. Огонь, которым зажгли свечи, был специально доставлен из Москвы на борту самолета во Владикавказ, а оттуда уже в Цхенвал. На границе Южной Осетии ламбаду с огнем встречали юноармейцы, представители Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения, сотрудники ОМОН и ГАИ. Собравшиеся вспоминали тех, кто не вернулся с фронта или до сих пор считается без вести пробавшим. Со сцены излучали стихотворения на военную тематику. «Никто не забыт и ничто не забыто. Они всегда с нами, сегодня, завтра и в том светлом сияющем далеке, которому ведет народная память. Горит, не угасая, вечный огонь народной памяти. Вечная благодарность Родины за сегодняшний день тем, кто не вернулся с той долгой и тяжелой войны». Юноармейцы в этот памятный день также возложили цветы к обелиску неизвестного солдата в Схинвале. Ежегодно 22 июня в десятках стран мира отмечают День памяти и скорби. В этот день в 1941 году войска Германии напали на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, унесшая более 26 миллионов жизней. Из Южной Осетии было призвано 21 736 человек. На фронтах Великой Отечественной войны за нашу Родину погибло 11 711 человек. Без вести пропало 7 тысяч человек. За время работы штаба «Бессмертный полк» найдено 952 могилы. Свеча памяти – символ всеобщей скорби, попавшим в годы Великой Отечественной войны. Впервые акция была проведена в Санкт-Петербурге в 2009 году. Регина Чердкоева, Эльвира Демилова, Аида Кочева специально для программы «Неделя». И самая важная новость из политической хроники истекшей недели – конечно же, первая сессия парламента седьмого созыва. Тогда же был избран председатель парламента и вице-спикеры. Анатолий Бибилов, присутствовавший на сессии, заострил внимание на том, что в работе законодательной системы Южной Осетии на равных условиях будут принимать участие все политические силы. В результате тайного голосования председателем парламента Республики Южной Осетии избран Алан Таттаев. Его кандидатуру поддержали большинство парламентарьев – 25 из 34. На должность спикера парламента были выдвинуты две кандидатуры – Зита Бесаева, член партии НХАС, и Алан Таттаев, лидер партии «Единая Осетия». Хочу всех поблагодарить, в особенности депутатский корпус, за то доверие, которое мне было отказано сегодня. И я со своей стороны могу сказать, что всеми силами, всеми полномочиями, которые есть у председателя парламента Республики Южная Осетия, буду способствовать объединению всех политических сил, которые на сегодняшний день находятся в составе парламента Республики Южная Осетия, а также с теми политическими силами, которых нет на сегодняшний день. В парламенте Республики Южная Осетия готов к конструктивному, платокуровому, платокуровому работе со всеми фракциями, со всеми политическими партиями, со всеми депутатами, которые выдвинулись в депутаты парламента в качестве самобитвенцев. В работе первой сессии парламента седьмого созыва приняли участие президент страны, Центральная избирательная комиссия, члены правительства, представители общественности. Десятки юго-остинских журналистов освещали одно из важных политических событий. По традиции сессию открыла старейший депутат Роза Валиева. Далее председатель Центральной избирательной комиссии Белла Плиева представила отчет о проделанной работе в ходе парламентских выборов. Были избраны мандатная и счетная комиссия. Глава государства Анатолий Бибилов поблагодарил парламент шестого созыва за эффективную работу и подчеркнул, что открытое сотрудничество между законодательной и исполнительной властью необходимо для плодотворной деятельности. Президент пожелал депутатскому корпусу седьмого созыва работать в лучших традициях юго-остинского парламентаризма, подчеркнув, что готов к тесному взаимодействию со всеми политическими партиями. Хочу поблагодарить Центральную избирательную комиссию за тот труд, за ту работу, которую они провели. Нежуисполнительной властью и законодательной властью была достигнута так называемое полное взаимодействие. Ну и, конечно, поздравляю седьмой созыв парламента. Седьмой созыв парламента, как, впрочем, и все прошлые созывы парламента, представлен патриотами Республики Южной Осетии, которые знают проблемы своего народа, которые знают проблемы республики и которым доверил мандат народ Республики Южной Осетии. Я уверен, что работа между всеми ветвями власти, она будет эффективной, она будет в полном взаимодействии. И ответственность, которую на себя взяли депутаты седьмого созыва, она будет направлена на то, чтобы благосостояние людей получалось, чтобы принимались такие законы, которые позволят нам говорить о том, что будет получаться жизнедеятельность государства, жизнедеятельность народа и, конечно, будет получаться жизнь человека. На должность вице-спикера путем тайного голосования избрали Петра Гассиева. За него проголосовало 26 депутатов. Одна из важнейших задач новоизбранного парламента – это усовершенствование законодательной системы республики путем повышения качества принимаемых законов, сказал в первом интервью в новом качестве председатель парламента Ланта Таев. Спикер отметил, что новому парламенту необходимо первым делом заняться разработкой стратегических законов, направленных на социально-экономическое развитие Южной Осетии. Какие еще основные задачи ставит перед собой седьмой созыв парламента в материале Зарины Кочевой, одной из первых проинтервьюировавших новое руководство законодательного органа. Начался новый этап в истории парламентаризма Южной Осетии. Седьмой созыв приступил к исполнению своих обязанностей. Законодательный орган страны возглавил лидер партии «Единая Осетия» Алан Таев. Первым вице-спикером избран экс-председатель парламента Петр Гассиев. Еще два кресла вице-спикеров заняли лидеры партии «Единство народа» Владимир Келехсаев и народников Александр Плиев. Курс на продуктивное сотрудничество между всеми политическими силами республики намечен. Конструктивный диалог и слаженная работа – необходимые элементы для эффективной деятельности парламента, заявил Таттаев. Мы готовы к конструктивному диалогу со всеми политическими силами, которые представлены в парламенте, и не только в парламенте, а со всеми политическими силами, которые на сегодняшний день есть в республике Южная Осетия. Потому что все политические силы, они представляют какую-то часть нашего общества, нашего народа. И игнорировать мнение и пожелания этого народа, требования этого народа мы, конечно же, не можем. Спикер парламента считает, что только при полном взаимодействии со всеми ветвями власти возможно выполнение основных задач. Оперативное и решительное реагирование на все запросы общества. Те позитивные шаги, которые на сегодняшний день есть у президента республики Южная Осетия, у правительства республики Южная Осетия, мы будем только способствовать, чтобы эти позитивные шаги, то хорошее начинание, которое есть, и ощущаем на сегодняшний день, чтобы оно более усиловалось, чтобы не было никаких противоречий, необоснованных, не личностных противоречий между исполнительной властью и законодательной властью. Конечно, законодательная власть имеет свое слово, имеет свои позиции, и мы свои позиции будем отстаивать и перед исполнительной властью, и перед всеми ветвями власти, конечно же, как законодательный орган. Но я говорю, что это будет только без личностных каких-то отношений. Ключевой акцент новый состав парламента будет делать на принятии стратегически важных законов, которые будут способствовать улучшению благосостояния народа. Мы будем, конечно же, работать над всеми законами, и мы знаем, что на сегодняшний день есть у нас некоторые законы, которые противоречат друг другу, и мы постараемся их свести мировым стандартам, чтобы законодательство Южной Осетии было на уровне мировых стандартов, чтобы не было вот таких каких-то противоречий между конституционными законами, другими законами, нормативными актами. И я говорю, что наше государство социально ориентированное, и больше упор будем делать, конечно же, на те законы, которые будут способствовать улучшению жизни нашего населения, социальных гарантий. Лидер партии «Единство народа», вице-спикер Владимир Келехсаев считает, что перед парламентом седьмого созыва стоят новые задачи, требующие незамедлительного решения. В предвыборный период было множество обещаний, и те, кому доверился народ, теперь должны начать работу над реализацией всех обязательств. Продолжение следует... Партия «Единство народа» получила в парламенте три депутатских мандата. «Вместе с другими народными избранниками мы защитим интересы избирателей, примем нужные для республики законы», добавил Келехсаев. ДИНАМА «… Парламентарии подчеркнули, что возвращение выборов по одномандатным округам также должны повлиять на изменение качества депутатского корпуса. На истекшей неделе в республику в рамках международного пресс-тура прибыли представители ведущих информационных агентств Сирии и Ирана. Журналистов в первую очередь интересовало социально-экономическое развитие Южной Осетии и, конечно же, внешнеполитические соображения в свете крайне неустойчивых и подверженных давлению международных отношений в целом. На эти и другие вопросы журналистам ответил глава государства Анатолий Бибилов. Было отмечено, что этот пресс-тур послужит инструментом информирования международного сообщества о реальной ситуации в Южной Осетии. Глава республики нередко беседует с иностранными журналистами. На этот раз представители средств массовой информации Ближнего Востока, прибывшие в республику в рамках международного пресс-тура, завершили свой визит встречей с Анатолием Бибиловым. В ходе интервью журналисты в первую очередь интересовались социально-экономическим развитием нашей страны. Какие шаги принимала республика после того, как завоевала долгожданную независимость? Среди журналистов представители средств массовой информации Сирии, страны, признавшей государственный суверенитет Южной Осетии. Несмотря на боевые действия в Сирийско-Арабской республике, сложные внешнеполитические отношения, непрекращающуюся борьбу с терроризмом, они протянули нам руку дружбы. Наш народ не понаслышке знает о войне. Как жители Сирии мы пережили агрессию, войны и геноцид. Если мы воевали против, конкретно знаем, вот мы их увидим, то сирийская армия не видит. Не видит, потому что они со всех концов света отбросы общества, которые там собираются и пытаются свой порядок, скажем так, установить. И в этом плане, конечно, честь и хвала сирийскому солдату, честь и хвала русскому солдату, которые вместе, объединив, сегодня борются реально против господства терроризма в мире. Российская Федерация является стратегическим партнером, главным союзником и не только Южной Осетии, но и Сирии. Президент подчеркнул, что Россия является гарантом мира и стабильности. Россия является таким мощным, сдерживающим фактором для многих негативных тенденций, которые могут возникнуть и здесь, в Закавказе, могут возникнуть и в Латинской Америке, что мы, в принципе, были свидетелями о том. И сегодня, если брать сирийскую арабскую республику, то один из факторов сегодня, который позволяет сирийскому народу, сирийской армии противостоять этому международному терроризму, это как раз фактор Российской Федерации. Россия – это государство, которое несет мир. Вот где Россия, там развитие всех направлений, жизнедеятельности любого государства. Что касается дальнейшего развития двусторонних отношений, делегация Южной Осетии собирается в сирийскую арабскую республику с рабочим визитом, в ходе которого будут обсуждаться вопросы взаимодействия двух республик. Мы работаем над тем, чтобы создать в Дамаске торговый дом уже все документы готовы, и они находятся на рассмотрении. На этой неделе буквально вылетает делегация из Южной Осетии для того, чтобы провести переговоры по как раз вот этим экономическим вопросам, которые мы с вами только что обсуждали. И, конечно же, переговоры ведутся и о посольстве, это тоже не секретно. Мы признали друг друга, и, конечно, вот эти процессы налаживания дипломатических отношений, и уже, чтобы вывести их уже на конкретные шаги, и, конечно, в этом направлении делается большая работа, и я уверен, что результат будет. В завершении встречи журналисты поблагодарили Бибилова за честный и откровенный разговор, который они обязательно представят широкой аудитории за рубежом, и поделились с президентом впечатлениями от увиденного в нашей стране. Как подчеркнули все гости, природа она завораживает. И это не последний приезд в государство Алания. И на этой неделе мы рассказывали о развитии внешнеполитических связей Южной Осетии. Они со временем расширяются. Уже подписаны десятки соглашений, устанавливаются двусторонние отношения с другими странами, в том числе и в экономической сфере. В этом месяце делегация Торгово-промышленной палаты Южной Осетии участвовала в бизнес-форуме в Тегеране. У наших представителей была уникальная возможность заимствования опыта и закрепления деловых отношений. Председатель Торгово-промышленной палаты Алан Алборта отчитался президенту об участии в бизнес-форуме, который проходил в столице Ирана Тегеране. Представители Южной Осетии вошли в состав делегации Министерства экономического развития Российской Федерации. В первую очередь визит носил ознакомительный характер. Целью поездки также было изыскание путей налаживания связей. Южная Осетия представила на форуме модульные технологии. Цель наша была познакомиться с Торгово-промышленной палатой Ирана. Более 300. Вышли на палату внешней кооперации, которым было очень интересно услышать про нас. И я уверен, что за гармами денег и финанский бизнес найдет нащупать здесь свои делицы. В палате внешней кооперации Ирана участвует порядка 13 миллионов человек. Представители палаты изъявили желание посетить Южную Осетию. По словам Анатолия Бибилова, наша страна готова к сотрудничеству и развитию отношений с Ираном. Мы прекрасно знаем, что Иран является таким местом серьезным на ближнем постуке, да и вообще в Риговании в целом, в ближайших и в очень активно сотрудничествах, в ближайших странах, в очень активно сотрудничествах с Российской Федерацией. И это дает нам возможность развивать эти отношения, торговые отношения, экономические отношения, развивать, может быть, насколько это возможно, и банковскую сферу развивать, наверное, и культурные отношения уже через те связи и законства, которые в этом сделали. Я думаю, что это очень перспективное направление. И вот рано, что именно торгово-промышленная палата уже ездила туда и искала возможность экономического сотрудничества между нашими странами. В конце следующего месяца в Тегеране состоится выставка строительных технологий. Торгово-промышленная палата Южной Осетии уже получила приглашение на участие. Делегация Южной Осетии планирует представить на выставке модульные технологии Южной Осетии в полном объеме. Мы это будем расширять и сделать все для того, чтобы взаимные интересы были и Южной Осетии в Иране, и Ирана в Южной Осетии. И не обязательно только между двумя странами. Есть и третьи страны, с которыми можно найти выставку через Ирана и, соответственно, Ирану через Южную Осетию. Среди наши было познакомиться с таким образом, что было бы Ирана более... Представители самой гуманной и благородной профессии на этой неделе принимали искренние поздравления и слова благодарности за свой нужный, честный, добросовестный труд. Нелегкий труд работников здравоохранения компенсируется благодарностью спасенных и вылеченных пациентов. Об этом говорили на торжественном собрании, посвященном Дню медицинского работника. Как все было в репортаже Ирины Битиевой. Высококвалифицированная медицинская помощь гражданам и модернизация системы здравоохранения в современном мире является гарантией защиты здоровья граждан. Ежегодно День медицинского работника отмечается в 3 воскресенье июня. Суть праздника – отдать дань уважения и выразить благодарность людям, которые посвящают свою жизнь медицинской деятельности. Профессиональный праздник медицинского персонала отметили в торжественной обстановке в государственном киноконцертном зале Черемен. В начале торжественного собрания гостям и медработникам показали небольшой фильм о достижениях здравоохранения республики. Как принято в праздничный день, министр здравоохранения и социального развития Георгий Точев поздравил всех работников и отметил в своем выступлении, что врачи всегда проявляли стойкость и гуманность в тяжелые для республики времена. Медицина является собой не только пример душевного призвания, это в современных условиях и непрерывное медицинское образование. Это и стремление познать, освоить новые компетенции, достичь новых уровней в качестве оказываемой медицинской помощи. Это те приоритеты, которые республика обозначила перед Министерством здравоохранения и те приоритеты, которым мы следуем на сегодняшний день. В своей речи он также подчеркнул, что для качественного обслуживания населения делается немалое. Врачи проходят непрерывную профессиональную подготовку. Созданы новые современные медицинские здания. Идет оснащение высокотехнологичным медицинским оборудованием. Для становления отдельных служб к нам в республику приехали российские специалисты. И в этом огромная заслуга Российской Федерации. В медицине с знаковыми событиями явились строительство новых корпусов, высокотехнологичных, качественных медицинских учреждений, внедрение новых технологий на закупленное оборудование. И, конечно же, лучших своих сыновей и дочерей Россия отправила для того, чтобы помочь своим коллегам, медицинским работникам из Южной Осетии освоить эти технологии и как можно быстрее внедрить их во благо народу. С Днем медицинского работника всех гостей присутствующих поздравил глава государства Анатолий Бибилов. Президент своей речи отметил, что в сфере здравоохранения происходят большие позитивные изменения. Строятся новые медицинские объекты, делается все возможное для выхода медицины на качественно новый уровень. Сегодня сфера медицинского обслуживания в разы повысилась. Сегодня у нас есть отделение гемодиализа. Сегодня у нас есть новый современный хирургический комплекс. Сегодня у нас есть, делается, вернее строится современнейший родильный дом. Сегодня у нас есть детская поликлиника, где нашим детям оказывается высокополифицированная помощь. И что самое главное, сегодня есть прочные связи с Российской Федерацией по медицинскому обслуживанию, который нам позволяет с уверенностью смотреть в будущее и быть уверенным, что качество и уровень медицинского обслуживания будет повышаться. И, конечно, я благодарен Российской Федерации непосредственно, конечно, Министерству здравоохранения Российской Федерации, А если еще конкретнее, конечно, Министеру и, конечно же, Анатолию Николаевичу Гулину, который фактически стал гражданином Республики Южная Осетия по количеству приезда, по количеству его, скажем, участия в развитии нашей медицинской сферы. Без сомнения, все, что мы делаем, это мы делаем на благо народа. Все делаем для того, чтобы наши граждане получали высокотехнологичную помощь. Наши граждане были уверены в том, что, придя в наш новый медицинский класс, они получат помощь и, в первую очередь, наверное, получат то внимание, хорошее, доброе, которое необходимо каждому больному. Глава государства отметила и то, что некоторые службы здравоохранения нуждаются в развитии, и на это нужно обратить серьезное внимание в перспективе развития офтальмологической службы. Также предстоит работа и над тем, чтобы в Республике проводилось стентирование коронарных и других сосудов с использованием современных ангиографических манипуляций, что позволяет здравоохранению выйти на качественно новый уровень. Считаю вашу работу самой благородной работой и самой благородной профессией, которая вообще существует на земле. Все профессии хороши, все профессии благородны, но ваша профессия исключительно благородна, исключительно благородна, потому что вы оказываете помощь населению, вы лечите людей. И отношение к вам людей, которым вы помогаете, наверное, выше всяких похвал. Я уверен, что и в дальнейшем мы будем наращивать те возможности, которые сегодня есть в медицинской сфере. Я уверен, что придет время, когда все абсолютно люди, которые нуждаются в вашем внимании, нуждаются в том, чтобы вы им оказали помощь, будут получать ту необходимую помощь от вас, которую вы бы сами хотели им оказать. В праздничный день принято принимать не только поздравления и теплые слова с свой адрес, но и принимать заслуженные награды от первого лица государства. Президент республики вручил медикам заслуженные награды. Были присвоены почетные звания заслуженной врач республики Южная Осетия, вручены медали и почетные грамоты. С поздравительными словами к медицинским работникам обратился и чрезвычайно полномочный посол Российской Федерации в республике Южная Осетия Марат Пулахметов. Посол России выразил свою благодарность и отметил, что Россия всегда будет оказывать дружескую поддержку Южной Осетии. Российская Федерация оказывала и будет оказывать в Южной Осетии всевозможную помощь в техническом оснащении, многократном развитии возраста, подготовке кадров. Эта работа у нас будет продолжаться. Я думаю, что отрасль здравоохранения Южной Осетии выйдет на очень-очень высокий уровень. Здесь есть замечательные люди, которые могут это сделать. Я просто в этом говорю с праздником вас, с Днём медицинского работника. Пользуясь случаем, российский посол приказом министра Российской Федерации Вероники Скворцовой наградил благодарственными письмами ряд российских специалистов. Слава благодарности и пожелания были сказаны и теми пациентами, которым благодаря своевременному и точно установленному диагнозу было оказано своевременное лечение. Торжественное собрание продолжилось праздничным концертом. Ирина Битева, Азамат Кудзеев, Тамерлан Кусраев, программа «Неделя». И завершаем выпуск крайне приятной спортивной новостью. Юго-осетинский борец Андрей Бестаев стал чемпионом первенства Европы, проходящего в Италии. По словам его тренера Тамерлана Кочева, это действительно уникальный случай, потому что борцы из нашей республики уже давно не принимают участие в первенстве Европы. Тем более с таким результатом. Общий счет по итогам турнира 32-0 в пользу Бестаева. При том, что наш спортсмен боролся с опытными борцами. И наша редакция поздравляет чемпиона и его тренера с этим достижением. Вы смотрели воскресную информационную программу «Неделя». Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин